Добрый день, девчонки! Как меня слышно, видно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Я, наверное, выключу свет. Все, значит, мы собрались, так что начинаем. Как вы заметили, у меня очень интересное название слайда. А именно «Моя история успеха. Часть вторая». Почему я так назвала на этот раз свою историю? Я думаю, все знают мою историю, потому что она на самом деле, я бы сказала, такая цепляющая, искренняя, настоящая. Но кроме того, что вы ее знаете, но я сейчас совсем другая. И знаете, когда я многим сказала, что вот завтра-послезавтра у меня вебинар, моя история успеха, мне нужно готовить презентацию, на меня все сказали, так у тебя же есть презентация, ты же проводила свою историю уже не раз. Говорю, знаешь, я сейчас другая, я сейчас по-другому позиционирую, я не могу сейчас все так рассказывать. Сейчас я к этому отношусь совсем-совсем по-другому, и я думаю, вы в этом убедитесь в конце вебинара. Поэтому у меня, может, где-то фотографии будут встречаться, но совсем-совсем другая история. Кстати, поставьте, пожалуйста, единички. Кто смотрел мой вебинар, он есть и в школе. Многие присутствовали на дне команды, когда было это откровение. Да, девчонки, спасибо за обратную связь. Но я постараюсь вас сегодня удивить и все рассказать, показать совсем и совсем по-другому. Итак, начнем. Как вы все знаете, я выросла в большой деревне, Драгичинский район, деревня Бездеж, это Беларусь. Три года училась в ПЭД-колледже, получила образование учитель начальной классовой английского языка. Затем пять лет заочно в городе Минске в ПЭД-университете Максима Танка. Там я получила образование учитель истории. Кроме этого, я еще успела поработать и социальным педагогом. Получается, четыре года работала в школе, затем в приюте, как вы сами понимаете, там было очень и очень сложно. И морально, и физически, и материально я очень сильно потеряла. Опять попала в школу. Но все время, все время я работала на замене декрета. Поэтому могу сказать с гордостью в кавычках, что из восьми лет стажа, семь, у меня было все время замена декрета. И администрация такая хорошая предложила мне на год перейти на воспитателя в группу продленного дня, чтобы, как говорят в наше время, зацепиться. Там кто-то пойдет на пенсию, а может быть декретами, обязательно, обязательно переведем тебя на постоянное место, на учителя. И это, наверное, был не одна из причин, но такой стимул, или даже не стимул, а какой-то шаг в моей жизни, который многое поменял. В это время я уже была в Фаберлик, но, ну, как говорится, запасной вариант, запасной выход. И когда перевели меня на воспитателя, сами понимаете, очень сильно потеряла тоже, опять же, в деньгах. Ну, и я думаю, вы все заметили, что я еще была и председателем в ЖСПК. Это в кооперативе, который мы построили. Так что было время, девчонки, когда я работала на трех работах. Мне было 23 года. Я работала... Нет, обманываю, 25. Я работала учителем, работала председателем ЖСПК за очень большую зарплату. 40 рублей на наши, это тогда, ну, сейчас это сколько у нас? 20 долларов. Очень большая зарплата. И уже тогда была в Фаберлик. Мое окружение почти не знало, что я была в Фаберлик. И на данный момент я понимаю, что это огромная и огромная ошибка. Вот это все была я. За это время, как я уже сказала, 8 лет, да-да-да, Галя. Галя Потапчук была в нашем кооперативе, и я была председателем, а Галина Потапчук бухгалтером. Так что все шишки, все мы зарабатывали вместе. И еще раз повторюсь, 8 лет. Чего я достигла за 8 лет? Вот, кажется, до 29 лет. А с учебой этой все 11. Всего лишь построила квартиру в ЖСПК, где была председателем, в кредит на 40 лет. Так что мне еще 31 год выплачивать вот этот вот кредит. Кто-то, я думаю, скажет, круто, у меня, например, еще нет квартиры, а у тебя уже есть хоть какая, хоть однокомнатная, но своя. Да, и я не буду никого не осуждать. Вот, вам повезло. Ну, у нас на 40 лет, но мы платим очень мало, прям очень мало, чтобы вас не обмануть. 7 долларов я где-то плачу за квартиру. Так что я не жалею ни в коем случае, потому что на самом деле некоторые люди всю жизнь снимают квартиру. Но сейчас я считаю, что это те люди, у которых нет цели. Есть квартира, хорошо. Нет квартира, нет квартиры, хорошо. Очень же многие живут по принципу «главное, чтобы было здоровье». Но давайте подумаем на самом деле трезвыми глазами, трезвым взглядом. Нынче и здоровье без денег – это очень и очень сложно, потому что все мы знаем, сколько стоят медпрепараты, сколько стоит даже полежать в той больнице, куда ты не очень хочешь попадать. Поэтому это нужно было везде. Квартира, в принципе, у меня была. Но у меня же была еще мечта. Еще с 2008 года у меня уже были водительские права. Все ездят на машине, с кем я училась, девчонки. Как я говорю, крутят свою баранку, а я езжу на автобусике и очень много хожу пешком. Ну да, движение – это жизнь, полностью с вами согласна. Но когда ты тратишь очень много времени, никуда не успеваешь, и все привязано к автобусам, которые ходят очень редко, сами понимаете, это не выход, это не вариант. У мужа водительских прав нет. Как понимаете, в принципе, ему машина не нужна, а я хочу машину. Но сейчас, на данный момент, я уже понимаю, что тогда уже складывалось, я складывался, мой характер, складывалось мое видение. Я не хотела ту же машину, дешевую, такую, как все. У меня уже была сформирована четкая цель, но не до конца. Рассказываю, почему не до конца. Я хотела, чтобы была малолитражка, чтобы была обязательно пятидверка, чтобы была новая, ну, конечно, не нынешнего года выпуска, но чтобы я села и поехала, ничего туда не вкладывая, потому что я понимала, что чинить мне ее будет некому. Но, я думаю, вы все заметили ошибку в моей цели. Я не знала марку машины, я не знала цвета машины, ну, вот таких вот всяких нюансов я не знала. Но цель была, и я к ней шла очень и очень четко, хотя некоторые на самом деле посмеивали. Самое интересное было, цель была, но денег не было. И не было на самом деле. Все, что было в квартире, ну, все полностью. Было в рассрочках, в кредитах, и телефоны, ну, все-все-все на свете. Так я попала в сетевой. До Фаберлик я была в другой компании, всем вам известной, но там я не понимала. Ну, я знала, что регистрировать нужно, что так зарабатывают, видела выплаты и так далее. Но заработок в чем заключался? Нужно ходить с сумками, нужно продавать, нужно делать постоянные заказы, нужно вкладывать деньги в товар. Точно вот так работала я, точно так работали мои девчонки, которых я регистрировала. Точно так. И я понимаю, почему я так работала. Потому что так работал мой наставник, который меня зарегистрировал. Когда наступил кризис, та компания очень сильно пострадала, но я не ушла. Вот, кстати, не знаю, почему я не ушла. Ну, даже сейчас не могу знать ответ, почему я не ушла. Очень многие поуходили. И тут меня в одноклассниках находит Оксанка. Фотография была с журнала «Фаберлик». Начинаем мы общаться. И я понимаю, что это Оксана Богданович, которую я знаю. С 2002 года мы с ней учились в одном колледже, жили в общежитии на одном этаже, комната напротив комнаты. Только она училась на один курс старше. Нормально мы общались. Она, я очень хорошо помню, даже помогала мне разрабатывать урок по математике. Это я тоже очень хорошо помню. И наглядности мне давали. Конечно, мы после того, когда чуть-чуть пообщались в одноклассниках, созвонились, чтобы вас не обмануть. Часа полтора мы проболтали точно, а может и больше. И она рассказывает, какая она успешная, что она директор «Фаберлик». У нее свой офис. Кстати, мы все знаем, какой первый у Оксаны был офис. В подвальчике. Но как корабль назовешь, так на нем и поплывешь. Она же мне представляет как офис. Что она получила от компании подарок путешествия. Что у нее есть машина. Что она уволилась со школы. Одним словом, у нее куча новостей, куча изменений. А я, ну, только школы меняю, заведения, этим словом. Ну, квартира есть, кредит. И так как вы все знаете Оксану, она берет напор. Она берет у меня мой адрес и высылает мне каталог, высылает мне различные брошюры по бизнесу, по маркетинг-плану, по красоте, по продукции. Сейчас, кстати, их нет. И, сказать честно, жалко. И пару пробничков. Пришла такая небольшая коробка, ну, как от обуви. Конечно, я это все изучаю, смотрю, сравню. И когда я открываю каталог, что самое интересное, я слышала, что есть такая компания. И у нас даже, кстати, когда я училась в Пинске, кто-то занимался по Берлик. Но я никогда в жизни почему-то не видела каталог. Я не знала цен ничего. А я же до этого, в это время еще в другой компании. Я как открываю каталог, как смотрю цены, плюс, огромный плюс, что Оксана прислала пробнички. Давай я все это изучать, смотреть и так далее, и тому подобное. И я понимаю, что нужно брать. В итоге, кстати, нигде я не детерминировалась, ничего, просто перестала покупать в той компании, и все. Я регистрируюсь в Поберлик. Я всех-всех-всех своих консультантов и клиентов уведомляю, что я в Поберлик. Ну, они сами многие звонили. И, ну, не знаю, почему-то все перешли за мной. Может, я была такая окрыленная, одухотворенная. Я сразу... Во-первых, у меня хорошая память на то, кто что покупал. И люди, когда звонили, я сразу говорила, я сейчас в Поберлик, но я вам могу посоветовать тушь, которая такая же кисточка, такой же эффект, ну, и так далее, только ценовая категория меньше. И, знаете, люди заказывали. Потом, буквально через полтора месяца после моей регистрации у нас вечер встречи с выпускниками в Пинске. Конечно, я приезжаю быстрее к Оксане. Она показывает мне продукцию, так как у нее были образцы. Я знакомлюсь очень хорошо с продукцией. И встречаюсь со своими однокурсницами и регистрирую одну из них, свою подружку. Ну, зарегистрировала. Она живет в Пинске, она обслуживается у Оксаны. Оксана на то время делает, проводит тренинги. Вебинара у нас тогда не было. Были живые тренинги. Сначала у нее были на офисе, а потом, когда людей стало больше, они арендовали зал. Я себе сижу спокойно у себя в городе. Ну, что-то заказывают, что-то рекрутируют. Тут захожу где-то я под конец каталога. Опачки! А у меня почти 600 баллов. Я не поняла. Ну, вот, кстати, с тех пор, когда я зарегистрировалась, 100 баллов я сделала стабильно. Ну, почему? Потому что я продавашка была в предыдущей компании. Для меня это легко. Я же работаю, как работала в предыдущей компании. Ничего не знаю. Звоню Оксане, спрашиваю, что, где, как, почему, что это значит. А она мне говорит, пока ты там сидишь, Таня регистрирует. Я научилась смотреть отчеты. Кстати, отчеты тогда были не такие. То, все смотрю точно и понимаю. Оксана, конечно, тоже мне сказала, что это, конечно, твое дело, но если у тебя не будет отрыва, ты ничего не будешь иметь и так далее, в итоге я начинаю регистрировать. Девчонки, сразу хочу обратить ваше внимание, очень многие из вас не в курсе, что это был 11 год, и так как компания наша была молодая, тогда еще 15 лет, все было намного сложнее. Я не буду вам говорить многие нюансы, просто скажу два. Первое. Ассортимент был парфюмерия и косметика, ну, и декоративная, и ходовая. Второе. Шагов для новичка было 5, но это еще мелочи. Но чтобы в них, по ним идти, нужно было делать 50 личных баллов. Сейчас представьте, какая была включаемость. У нас реально шла перепись населения, потому что регистрировали все легко, ну, регистрация же бесплатная, а по шагам шагали очень и очень слабо, потому что вы сами знаете, что такое сделать личных 50 баллов, где ассортимент такой, как у всех. И здесь, вот, кстати, после того, когда я зарегистрировала Таню, мне звонит опять Оксана и говорит, впервые компания организовывает «Огромный форум для всех консультантов, я тебя приглашаю». Как я могу поехать на форум, да еще в Москву? Я вообще никогда не была в России. Это, ну, ладно, это ерунда. Но у меня же нет денег. Я же обычный учитель, у которого куча рассрочек, куча кредитов. Здесь я уже не раз говорила, и еще раз повторюсь, я очень благодарна моему любимому наставнику, которая сказала, не вопрос, я тебе билет куплю, ты просто собирай деньги, ну, на дорогу, тогда организовывали поездку из Минска, а дальше, когда будут. Все. Девочки, я на форуме. Что-то я так заговорилась и не листаю слайды. Ну, еще плюс. За то время я успела выйти замуж и получить категорию. Вот. Итак, где мы с зонтами, это наш первый форум. Да, вы можете сказать, вау, круто, сколько вас там сразу поехало. Конечно, круто, нас было много. Но из всех этих в целеустремленных кавычках девушек остались с Оксаной только я и Алена. Почему? Потому что все хотят быстрых денег. Все же думают, что, ну, допустим, Оксана же всегда рассказывает, что она, по-моему, за три каталога открыла директора. Или закрыла. Открыла, закрыть невозможно. Открыла. Но давайте начнем с того, что это зависит от того, какая у тебя цель, какое у тебя стремление. У тебя есть самодисциплина, нет самодисциплины. Хотеть – это одно, а сделать – это совсем другое. Поэтому самые выдержанные, как Оксана говорит, первые директора, все с ней. И, как вы сами видите, что тогда расти было намного и намного сложнее. С тех пор, я могу сказать вам сразу, я пропустила только два мероприятия компании. Еще раз повторюсь, я в компании 8 лет. Это была ассамблея в Питере. Я, честно, не вспомню, почему я тогда не поехала. Но что-то мне кажется, что тогда не была организована поездка, и у меня тогда еще были страхи. А как я поеду? Да, еще в Питер, да, еще там заблужусь. Ну, в общем, я думаю, все меня поймут. Быстрее всего так, потому что других оправданий я почему-то не могу найти. И второе мероприятие, которое я пропустила, это тоже ассамблея в Сочи. Не в прошлом году, а, наверное, три года или четыре раньше. Я тогда не поехала, потому что у мужа серьезно заболел отец. Ну, и знаете, мы сидели как на пороховой бочке, поэтому было бы, ну, нечестно ко всему уехать отдыхать. Вот. А дальше я всегда-всегда все мероприятия посещаю и могу сказать вам сразу, что они кардинально, каждое-каждое мероприятие кардинально меняет нашу жизнь, кардинально меняет наше видение очень и очень сильно. Поэтому всем прям рекомендую посещать мероприятия. Также я понимаю, что если ты на маленьком уровне, у тебя нет денег. Я очень и очень вас всех понимаю. Но давайте начнем с того, что мы все знаем, что каждую осень у нас мероприятие в Москве, ну, как в этом году было, и, допустим, региональная конференция в вашем регионе. Так можно же за целый год накопить денег и на платье, и на поездку, и на сам форум. Все можно. Главное, чтобы было желание. Я, например, уже, может, года 3-4 работаю по принципу 10% дохода откладывать. И это очень хорошая помощь в любом деле, в любом начинании. Просто нужно попробовать. Как видите, здесь еще такие у нас фотографии примитивненькие, потому что это все-таки не такие телефоны, не было у нас профессиональных фотосессий и так далее. Но вернемся к нашим, как говорится, баранам. Воспитатель ГПД сыграл очень огромную роль в моей жизни. Такой, как я говорю, дискриминации личности я не видела никогда за 8 лет работы в школе учителем. Ну, я не знаю, может, я так попала. Ничего не могу сказать. Но у меня сложилось впечатление, что воспитатель это никто. Ну, у меня так сложилось. И то где-то какая-то жалоба, то какие-то претензии, на самом деле, такие, которых не было. У меня уже офис в Фаберли. Но я же боюсь. Я же всего боюсь. Как я уйду с работы? С работы? Я же училась 8 лет. Это же стабильность. Это государственная работа. Это же на день учителя подарят какую-то, не знаю, цветочек. Кстати, по поводу цветочков. Ни один цветочек не выжил. Подарок. А все же ты что? Ну, занимаешься, занимайся. Ну, это же работа. А никто же не думает и не смотрит на то, что ты работаешь, можно сказать, в три смены. У тебя школа, со школы летишь пешком через весь город на офис, затем с офиса летишь домой опять пешком, пишешь планы, еще успеваешь рекрутировать, еще успеваешь делать заказы. И у меня была очень огромная ошибка. Я же добрая душа. Я всем, девчонки, делала заказы. Понимаете? Нет, чтобы сесть и один раз научить. У нас сейчас все есть, девчонки, у нас есть видео, у нас есть все-все-все материалы по сопровождению, а там никто же не сделает лучше, чем я. Я же такая умная, я же все успеваю. И я даже не знаю, как у меня не было еще каких-то нервных срывов от реальной переутомляемости. Постоянно красные глаза от компьютера, от ночных посиделок, от постоянного невысыпания, потому что стабильно ложилась спать в час-полторого и в 6, в 6.15 подъем, потому что в 7.10 у меня уже автобус. Это вам просто непередаваемые ощущения, это реальный страшный сон. И мне эта школа, кстати, я не скажу, мне нравилось работать учителем, я люблю детей, но сейчас учителя превратили, я даже не знаю, кого, это никто. Рулят всем родители, потому что их все боят. Все. Ой, не буду я об этом больше вспоминать. Страшный сон, он ушел. 6,5 лет ровно, как я уже ушла. Что-то я вам тут рассказываю, рассказываю, а вы, наверное, думаете, а как же мечта? У тебя же была мечта, машина. Вот, кстати, за 8 лет работы в школе, опять вернемся к этому, я не получила ни одной грамоты, ни одного благодарственного письма. Но это не значит, что я плохо работала. Если бы я плохо работала, я бы здесь ничего не достигла, потому что я считаю, что это все складывает характер человека. Но я потом, когда уже уволилась со школы, я поняла, как в школе дарят грамоты и благодарственные письма. По очереди дарят на самом деле грамоты только тем, кто занял различные места в олимпиадах, в различных конкурсах. А я учитель начальных классов. сейчас, да, сейчас много различных этих. А тогда может разве что было попросить. А в Фаберлик я не успела прийти через где-то год, даже нет, год я работала в школе, где-то через полтора года я открыла звание директора, диплом директора. Затем, когда был форум в Минске, нам всем вручили вот такие специально заказанные, благодарности, специально выбитые, со стразами своров, до сих пор эта красота есть у меня на офисе, очень было приятно, постоянно дарят цветы, ты постоянно на сцене, у тебя пропадает страх сцены, а раньше я как вспомню, чтобы меня вызвали, даже не на сцену, просто к микрофону, наверное, у меня бы и голос поменялся, и я, наверное, даже и слова не произнесла бы. и получаю я премию за закрытие директора. На тот момент это было на нынешние деньги 500 долларов, и я на все эти деньги уезжаю в свое первое в жизни путешествие. это Прибалтика, Эстония, Швеция, Норвегия, Литва, Латвия. Если я не ошибаюсь, два дня на пароме, две ночи на пароме, это были бессонные, приятные ночи. Я боюсь воды, но я легко на пароме выходила, смотрела на море, смотрела на прибой, смотрела на вот эти, как мы проплывали различные островки. Это вам просто не передать, девчонки, это было 6 лет назад. Я до сих пор это все помню. Я первый раз на море, но хотя это было и май, но Прибалтика все-таки море холодное, поэтому я не считаю, что я побывала на море. Скажу честно, не помню, где это, в какой стране, но эта неделя была просто мега насыщенная. Затем было вот такое у нас маленькое французское путешествие. Это было первое путешествие, когда со мной куда-то поехал муж. До этого я вам скажу сразу, он мне не мешал, но и никак не помогал, потому потому что, ну, не знаю, может, у него принцип, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Деньги из дому не выношу, какие-то приношу, появилась какая-то стабильность, ну, пусть занимается. И так получилось, что вот это путешествие, вы не поверите, совпало на десятую годовщину нашей свадьбы. И вот первая фотография, где мы возле Эйфелевой башни, это как раз годовщина 29 апреля 17-го года. И как раз вот эта ночь была названа в экскурсии «Ночной Париж», мы возле Эйфелевой башни пили французское шампанское. Мы смотрели, как она зажглась, а ведь она зажигается только один раз в сутки на 5 минут, вот точно не помню, наверное, без 5-12. Это было просто нечто. Мы колесили по ночному Парижу, ну, на самом деле, просто не передать. А вот уже на следующий день, опять же, Эйфелева башня только уже днем. Кроме этого, мы посетили в Голландии парк цветов, это огромные гектары тюльпанов и других цветов, там есть дом орхидей, вот где я в сердечке, это все девчонки орхидеи. Это было в 17-м году, как будто вчера, я все помню, хотя фотографий очень много, но они тоже еще не такого качества, как сейчас. это просто неимоверные ощущения. И за это время, что я в компании, я уже посетила, специально посчитала, 13 стран только с Фаберли. И знаете, что самое интересное? В каждой стране я делаю для себя какие-то выводы, абсолютно. Например, есть такая пословица «хорошо там, где нас нет». Потом, например, очень часто в нашем окружении бывают люди, которые жалуются на страну, на президента, на государство, на начальство и сравнивают с какими-то другими странами. Очень часто сравнивают с Германией. Девочки, я там была, я не буду сейчас углубляться в это все. но пословица «хорошо там, где нас нет» это 100%. Поэтому я на такие вот различные доводы просто знаю, что можно сказать, но я считаю, что главное, чтобы у тебя было стремление, цель и все, все, все ты можешь сделать и добиться сам. Вне зависимости от того, в какой ты стране живешь. И нету там «тот плохой, тот плохой, тот плохой». Наши родители нас родили, вырастили, дали образование, если получилось, если не получилось, не дали. Все. Дальше они нам ничего не должны. Дальше мы должны, вот именно мы должны сами строить свою жизнь, сами должны добиваться всего. они, как я посмотрю на некоторых, те родители, ну, не знаю, даже слезы на глазах наворачиваются, экономят, не покупают себе масла сливочного, спреды покупают, не покупают себе там одежду, а одеваются в секондах, но зато они детям помогают. Я не знаю, но мне было бы стыдно. я логически всегда понимала, даже когда в школе работала, что я зарабатываю денег больше. Почему я должна брать деньги у родителей, которые зарабатывают меньше? Это очень стыдно, но я считаю, что никто никому ничего не должен. Мы должны благодарить родителей, мы должны уважать родителей и, конечно же, помогать, давать им дань за то, что они для нас сделали, тем более в то время, когда на самом деле было все сложнее. Сейчас бери и делай, но лучше же посидеть на диване, пожаловаться, пообсуждать, посплетничать, позавидовать кому-то, но, извините, пятую точку поднять откуда-то нам тяжело. Опять же Париж, девчонки, мулен рушь, это нечто. Вы не представляете, как мне было жалко заплатить за билет. Вы просто не представляете. Деньги в принципе были, но ты же все переводишь на свои деньги, допустим, на русские или на белорусские. Это вам просто не передать. но это, наверное, была последняя поездка, которая была на таком уровне. Дальше, куда бы я ни ездила, я живу по принципу, переехал границу и все. Евро значит евро, злоты значит злоты, доллар значит доллар. Все. потому что когда ты начинаешь переводить, это даже хуже, чем мышление бедного. И вроде бы, знаете, развиваешься, вроде бы обучаешься, а все равно же где-то червячок вложит. Вот здесь, кстати, чтобы не муж, мы бы в Мулен Руш не пошли. Он сразу сказал, а когда ты еще будешь во Франции? Может ты будешь, но когда? идем на все экскурсии. Вот это его был вердикт. И вы не поверите, все-все-все экскурсии, которые организовывались за этих пять дней, мы все обходили. У нас не было времени погулять просто так от нечего делать. Все было расписано по часам, все полностью. Но есть что вспомнить. И знаете, когда иногда смотришь телевизор, вот какие-то документальные фильмы, и мы там смотрим, и муж сразу «Ты помнишь это место? Мы там были». Знаете, я может даже не обратила бы на это внимание, а он сразу «Помнишь, помнишь» и вспоминаешь, а на самом же деле «Мы там были». это еще раз повторюсь, просто непередаваемые ощущения. Ну и моя мечта. Маленькая, малолитражка, 1,0 объем. я купила ее в 2014 году, а она была с 2010 года. Так что, можно сказать, новая, пригнана из Франции только что. Видите, машинка была из Франции, я, кажется, через пару лет попала и поняла, почему гоняют машины из Франции к нам. Но это другая тема вебинаров. Моя малышка отслужила мне верой и правдой, девчонки, три года. Это вам просто не передать. Удобная, а я же за это время еще, когда уволилась со школы, открыла второй офис, куда полтора года ездила автобусом, заработала себе и цистит, и с почками начались проблемки и другие проблемки. Но у меня была цель, я хотела расти, я понимала, что драгичи нам немало, поэтому вижу цель, не вижу преград. И с гордостью, я не гордый человек, но с гордостью могу сказать, что эту машину я купила сама без помощи мужа. Потом, когда мы, конечно, чуть-чуть отдолжили, когда отдавали долги, муж отдал, мужа деньги были только тысячи долларов. Я не хочу никого, ну, его не унижать, ничего, но просто это все было на деньги по Берлик. Но, я вам скажу одно но, тогда больших денег у меня еще не было. Почему? Потому что, помните про ту Таню, которую я рассказывала? У нас было ровно полторы, то есть полторы ее, полторы моих. Отрыва большого у меня не было. И я вам скажу еще больше, через некоторое время она ушла. Как только я закрыла звание директора, я очень хорошо помню, это было почти на мое день рождения. У меня день рождения 2 апреля, а премию я получила 30 марта. И с апреля Таня уходит с Берлик вообще. Она, я даю 100%, об этом пожалела, но ушла. И, как вы понимаете, я падаю. Я падаю, девчонки, так конкретно, потому что я же сидела, как те предыдущие, как рассказывала, на пятой точке ровно, у меня же 3000 стабильно. Еще раз повторюсь, огромнейшая была ошибка, что у нас не было сопровождения. Огромнейшая ошибка, что у нас не было взаимоотношений в структуре. Вот из-за этого были эти все проблемы. И мне понадобилось ровно полгода, чтобы стабилизировать ситуацию, чтобы начать не падать, а уже стабильно каждый каталог подтверждать директора и получать бонус стабильности. Но, с другой стороны, вот почему было это все не предусмотреть заранее? поэтому сейчас я все просчитываю, просчитываю и просчитываю. Нужно, как наша Оксана говорит, работать на перспективу. И там еще была просто грубейшая ошибка вот в то время. Не нужно, девчонки, думать в первую очередь о себе. Ни в коем случае. Нужно в первую очередь думать о твоих людях, стремиться помочь твоим людям. У меня, например, уже очень много лет есть принцип. Я всегда где-то в четверг, в пятницу кого обзваниваю, с кем переписываюсь и напоминаю, чтобы, ну, будут ли они закрывать, допустим, тех 50 баллов, чтобы забрать скидку или нет. Очень многие забывают, но я знаю другое, что очень многие не сделали, ну, и хорошо, я больше получу, у меня меньше отрежут. Я еще раз вам, девчонки, повторюсь, когда-то давным-давно я тоже такая была, у меня было в структуре 700 человек, из них, внимание, 118 человек делало заказов и они давали 3000. Ну, вы представляете? А процент активности группы, это вообще, я не знаю, 7% может быть, ну, здесь посчитать сложно, но это постоянно, постоянно нужно сидеть на нервах. 21 день в каталоге нужно постоянно напоминать всем, все разжевывать и так далее. а не было у нас таких акций, как бонусы за повторную активность, акции для неактивных и так далее и тому подобное. Ничего не было. Поэтому сейчас просто шикарнейшие условия для того, чтобы расти. И когда я поменялась, когда я начала по-новому мыслить, у меня появилась новая мечта, потому что вырос доход и я же поменялась в мышлении где-то, но быть чуть-чуть с эксклюзивной ноткой вот этот вот такой вот бзик или как по-другому можно назвать, все-таки он у меня остался. Муж предложил купить новую машину, но я же опять хочу такую, чтобы ни у кого не было предыдущей машины на всю область на тот момент была может одна и две, благо она у меня была новая и мне не понадобились различные запчасти и так далее. Сейчас я понимаю, что я бы если что ничего не нашла, потому что в республике таких машин может раз, два, три и обчелся. В итоге я покупаю машину новую с салона в 2017 году, машину 2017 года. Но можно же было взять однотонную, правильно? Нет. Я хочу эксклюзив. Ну, хочу получить. Это были девчонки. Вот, как всегда говорят, когда ты попробуешь что-то лучше, что-то, ну, вот, допустим, я не знаю, что так по-быстрому вам привести в пример. Ну, если, например, приведу в пример, если вы до этого пользовались рыночными парфюмами, и когда попробовали брендовый, я думаю, к рыночным вы не захотите вернуться. То же самое, да, 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 Люда, то же самое и здесь. Когда я с моей малышки села на моего нового железного коня, ты себя чувствуешь совсем по-другому. Огромный салон, ты расслабился, есть подлокотник, все включено, коробка автомат. Ну, хотя до этого я никогда не думала, что куплю коробку автомат. Ты что? Многие же говорят, что они ломаются и бла-бла-бла и так далее. Люди говорили, говорят и будут говорить. новое есть новое. И сейчас я просто не представляю себя без машины. Просто, девчонки, не представляю. Это решение очень многих проблем. Это первое. Второе. Экономия времени. И хотела раньше сказать, но забыла. Уже стабильно я по себе проверила не раз. Когда у тебя растут расходы, у тебя и растут доходы. Почему? Потому что так как у тебя расходы увеличились, ты начинаешь думать по-другому. Ты же понимаешь, что нужно деньги, чтобы и с тем рассчитаться, и с тем рассчитаться, и там то хочу купить, и то хочу купить. Ты начинаешь по-другому мыслить. Ты не отвлекаешься на всякую ерунду. Ты не разговариваешь по телефону, не смотришь телевизор и так далее и тому подобное. Не сплетничаешь с соседками под подъездом. Все, все, все уходит в никуда. У тебя есть своя цель. Все. Остальное абсолютно тебя не волнует. Но это же не значит, что у меня одна цель. У меня была еще вторая цель. Я специально сделала где-то раньше картинку душой на море, а извините, в Дрогичине. И как только я впервые села на самолет, попала в шикарнейший город Сочи, где куда ни коснись море, я сразу же переделала мою картиночку, которая набрала кучу-кучу классов лайков во всех соцсетях и даже заметила, что там некоторые люди просто ее чуть-чуть подворовывали. Вот это, девчонки, был у меня третий кардинальный изменение на меня после Сочи. Когда мы встретились с нашей командой, вы все знаете, вот этот день команды в Сочи, там были совсем другие люди, совсем другие партнеры, которые были когда-то с нами в далеком 2011-2012 году. Это были люди, на которых нужно равняться. И я тогда поняла, что я еще далека до идеала. Мне прям стало стыдно, стыдно, еще раз стыдно, что я старший директор компании Фаберлик с вроде бы хорошим доходом, особенно по сравнению с учительством. Ни разу в своей жизни не сделала презентации, ни разу в своей жизни не провела вебинар. Ой, уже забыла, что еще. Не состояло никаких чатов. Я была по течению одна. Ну, я же умная, я же все могу сама. А, и еще не все. И еще же у меня была только одна страничка в Одноклассниках, с которой я только и работала. Вконтакте мне вообще не нравились абсолютно, хотя сейчас наоборот. И вот, когда я побывала в Сочи на море, у нас там было, во-первых, три замечательных дня обучений, которые тоже кардинально повернули мою жизнь. Потом огромная сцена, потому что директором меня в Москве не награждали, потому что видно, это было бы тогда, когда я не поехала в Санкт-Петербург. А если бы поехала, наверное, награждали. Меня награждали только в Минске. А здесь получается, тебя награждают в Сочи на огромной сцене, тебе подходят, тебе спрашивают, где вам лучше сесть, нас посадили отдельно, потому что нас же будут вызывать на сцену. Девчонки, это было год назад, но ровно год назад, в прошлом сентябре, но я это до сих пор помню. И когда мы шли уже на награждение, я даже встретила наших региональных менеджеров в Беларуси, и они меня не узнали, потому что я вся светилась от счастья. Я не пожалела денег, я сделала прическу. хотя до этого, ну я же все могу сама, девчонки, все, и шведцы, и жнецы, и надудей, и грец, это все про меня. Не поленилась, заказали, нам приехали, поделали прически. Есть еще одна болезнь, с которой я обещаю справиться, я еще не доверяю никому сделать макияж. Но это я тоже перерасту скоро. И вот это моя мечта вторая сбылась, я побывала на море. Правда, дней мало, но я побывала. До сих пор помню эти все дни, фотосессию в аллее. Ой, это, ну просто нужно все видеть. Еще раз повторюсь, день команды просто шикарнейший, где были задушевные беседы. Это моя, можно сказать, первая красная дорожка. Сейчас офис мое детище, которое я вырастила, продолжает работать. У меня обслуживается огромное количество консультантов и моей структуры, и других структур. Со семьи у меня отличное отношение, я постоянно провожу акции, не жалею дарить подарки. Мой любимый железный конь всегда со мной. Как я смеюсь, даже мусор иногда вывожу машиной, потому что не успеваю. В этом году, в этом году, девчонки, со мной, я даже помню дату, 7 июля, по-моему, мой муж начал со мной ездить на все наши мероприятия, независимость от того, это обучение, это форум, это день команды. И вот здесь, день команды, который у нас был в августе этого года, у Оксаны в гостях на даче, это, можно сказать, первый день, когда мой супруг одел нашу майку и везде, везде с нами фотографировался. До этого он фотографироваться вообще не хотел. И когда мы вот собирались, было так смешно, он мне сразу спросил, а ты мне заказала майку? Говорю, в смысле? Ты что думаешь, я буду без майки? Если ты ее оденешь, не вопрос. Но я тогда на самом деле не ожидала такого. У меня постоянно фотосессии. В этом году уже было четыре, кроме тех, которые были на форуме, одни команды и так далее. Просто шикарнейшие фотосессии. Например, фотосессия, где вот мы держимся друг за друга. Это было в городе Береза. Это мои бизнес-партнеры из моего города. Я очень рада, что именно в моем родном городе, в районе растут мои звездочки. Мы очень дружные, и это все благодаря тому, что мы развиваемся, растем, работаем в дружном проекте партнер. Я уже заканчиваю, так что потерпите немножко. Итак, что произошло в 2019 году по сравнению с прошлым, когда вы слышали мою историю успеха? Про фотосессии я уже сказала. Я на самом деле избавляюсь от мышления бедных. Раньше, ой, что-то я написала на распродажах. Только началась даже у нас распродажа, я сразу себе то-то-то-то-то-то-то-то, особенно то, что касается одежды. Наберешь-наберешь, оно висит. Может, где-то одел раз в год, а может, и не одел. Сейчас я очень и очень редко покупаю что-то на распродажах. Последние две распродажи одежды я сама поражалась, я не заказала ни одной вещи. С желтенькими ценниками в магазинах тоже стараюсь не смотреть на них. Очень редко, да и то, если другого нету, а вот именно, допустим, этот продукт нужен. Захожу в магазин любой, я выбираю, что мне нравится, примеряю, а только смотрю на цены. Это все нужно пережить, с этим все нужно, как говорится, переспать. Даже если я не буду покупать эту вещь, я все равно ее меряю. Я захожу в магазин шуб, меряю ту шубу, которая мне понравилась, несмотря на то, сколько она стоит. Даже если я пока еще ее не могу купить, но я ее меряю. Я хожу по ювелирным магазинам, смотрю уже не просто на золото. Я смотрю на камни. Я знаю, что они у меня будут. Я стала посещать чаще кафе. Раньше, чтобы мужу сказать, поехали в пиццерию или в кафе поедим, он всегда мне что говорил, будете смеяться, но он всегда мне говорил, что ты это специально, чтобы есть не готовить. Ну, конечно, у меня такая задумка была. Но сейчас он сам очень часто предлагает съездить кафе, съесть пиццу или еще что-нибудь повкуснее. Я, конечно, всегда за свое окружение, девчонки. Это первая просто огромнейшая проблема, которая нам мешает. Окружение. чтобы вас не обмануть, за 8 лет в компании Фаберлик уже 5 раз у меня полностью кардинально поменялось окружение. И понимаете, что происходит? Как только ты меняешь окружение, вычеркиваешь этих людей из жизни, и жизнь твоя меняется. у тебя сбывается то, о чем ты давно мечтал. У тебя все получается, и доход растет, и структура растет, и в семье налаживается все. Ну, это вам просто нужно все прочувствовать. поэтому я и сама, и всем девчонкам говорю, что родителей не выбирают, родственников не выбирают. Тут уже ничего не сделаешь. Это наши родные. А друзья, подруги, если вы чувствуете, что она сплошной негатив или он, если вы чувствуете, что после беседы проведенного дня, вечера с этим человеком, у вас апатия, у вас вы чувствуете, что забирается энергия, что вы катитесь вниз, что и ссоры часто, особенно, ну, я не знаю, как у кого, но у меня бывало часто. После встречи вроде бы все было как всегда, какие-то скандалы дома, ну, это просто не передать. Перестали общаться, все шикарно. все как нужно, все складывается, все получается. У меня даже было такое, правда, один раз в жизни, но я просто еще раз повторюсь, я тогда была другая. И, кстати, очень и очень хорошо работает то, что какой ты, такие люди к тебе тянут. У меня был такой случай, что я своему консультанту так и сказала. Будьте добры, у нас куча магазинов индивидуальных предпринимателей, куча государственных магазинов, пожалуйста, покупайте там, по Берлик не заказывайте. Вы не представляете, какой она была человек. Вот я, допустим, с утра знала, что придет ее сегодня заказ, у меня уже начинало трясти с самого утра. Это сплошной негатив. Я не знаю, как вам передать, но вот был такой у меня консультант. Я сейчас понимаю, что, наверное, я тогда такая была, но это благо было давным-давно. Сейчас у меня все просто крутейшие девочки, которым я очень и очень благодарна, на которых можно положиться всегда и во всем, но меняйте окружение, не стесняйтесь постоянно и постоянно обучаться. У нас шикарнейшие вебинары проводит Оксана, у нас шикарнейшие вебинары проводит Ксюша, Яна и так далее, у нас шикарнейшие видео бросает посмотреть, ознакомиться наша Оксана. Сейчас благо все есть, различных психологов мотиваторов и так далее в интернете на ютубе. Прям записывайте, прям выписывайте с каждого с каждого видео по 5-10 фраз, которые вас реально зацепили. Заведите красивый ежедневник, красивый блокнот. И когда у вас, ну, разное бывает, все мы люди, все мы бываем, выдыхаемся, когда у вас какая-то грусть, где-то слезы иногда бывают, там что-то кажется, что ничего не получается, просто открываешь тот блокнот и читаешь, пока тебе не дойдет, что все в этом мире поправимо и решимо, кроме, извините, смерти. Когда это уже произошло, тебе ничегошеньки не нужно, поэтому все, все, все получится. и не тратить время зря. У меня, да, я сама, Маргарита, это делаю уже очень много лет, очень много лет. Телефон. У меня, не помню, какой тариф, но 400 бесплатных минут каждый месяц есть. Вы не поверите, 250, 280 каждый месяц у меня сгорает. Каждый месяц. я почти не разговариваю по телефону, только если что-то где-то кому-то срочно нужно. Благо, есть у нас сейчас мессенджеры, написали, наговорили голосовым. Это просто шикарнейшая экономия времени. Телевизор, не могу сказать, что я не смотрю его вообще, но я смотрю его редко. Могу раз в неделю, могу раз в две недели, но я смотрю что? Соревнования могу посмотреть какие-то нибудь, что-то поучительное. Иногда смотрю такие передачи, как, например, 90-е, где прям такое показывает, я же этого всего не помню, для чего? Для того, чтобы не говорить, что мы сейчас плохо живем, что было тогда, что сейчас, у нас сейчас плохое время? Нет, конечно, про игры я вообще молчу, я в своей жизни ни разу не играла в игру в интернете, я не могу понять, когда заходишь к знакомым девчонкам и в ленте, там, дайте мне там жизнь подарите, или там я в какой-то уровень заняла, там, или в елочке, или еще в чем-нибудь, это я, ну, это я так, а они пусть как хотят, пустые разговоры и сплетни, это точно не про меня, все мое окружение стабильно знает, что если начинается сплетня, ну, это я, наверное, такая, так как, ну, если я нормально с человеком разговариваю, я сразу привожу пример этого человека, ну, который мне все рассказывает, то есть показываю, мол, а ты святая, больше сплетен никаких не случает, потому что еще до нас придумали пословицу, в своем глазу бревна не вижу, а у кого-то вижу соринку, не считаю нужным распространяться на сплетни, оговорки, зависть и так далее, у меня есть цель, больше я таким не занимаюсь, и вплоть до того, вот, кажется, была председателем кооператива, всех знаю, в прошлом или позапрошлом году у нас в четверых семьях родились дети, я даже не знала, что девчонки беременные, ну, дом, работа, дом, работа, поехала, уехала, поехала, уехала, здрасте, здрасте, все, никаких сплетен, мне даже некоторые девчонки звонят и говорят, ой, извини, что тебе звоню, я знаю, что ты не любишь разговаривать по телефону, но это срочно, и они сказали, что нужно, я ответила, все, давай пока, и все знают мой принцип, и никто не обижается, со всеми прекрасно общаюсь, и выводы за 8 лет работы в Поберлик, очень много есть моих ошибок, поэтому, если хотите расти, я сама стараюсь сейчас так жить, и всех своих девчонок учу, и вам скажу, не повторяйте ошибок других людей, лучше живите по принципу учиться на чужих ошибках, да, от своих ошибок, мы не не застрахованы, жизнь на то и жизнь, что будут свои ошибки, но, если можно их предотвратить, вопрос, зачем их повторять, не бойтесь рисковать, мы рискуем всю жизнь, и на самом деле, вспомните, ну, ладно, себя не помните маленькими, вспомните своих детей, как им страшно подняться, сделать первый шаг, как они падают, но они же как-то учатся ходить, ходят, и мы же все с вами ходим, и не только ходим, но и бегаем, а про велосипед, что ни у кого не было никогда шишек, ссадин и так далее, у меня вообще была разваленная голова, здесь, и чего, и ездила на велосипеде, и без руля ездила, и нормально, поступаем в учебное заведение, отошли от крыльев мамы, страшно, страшно, я думаю, всех где-то кто-то учился, а про машину я вообще молчу, как страшно сесть за руль, когда ты ответственный не только за свою жизнь, но и за жизнь тех, кто с тобой в машине, и плюс за жизнь тех, кто ездит и ходит по дороге, а выходим замуж, девчонки, мы не рискуем, еще как рискуем, поэтому не бойтесь рисковать, я всегда говорю только одно, главное, чтобы это не нарушало закон, не поддерживают родные, еще раз повторюсь, с мужем у меня было все хорошо, мама меня тоже вроде бы, как говорится, не трогала, но я знала ее принцип, поэтому, когда я уволилась, знал только муж, больше абсолютно никто не знал, меня мама узнала через два месяца, когда я уже уволилась, что я уволилась, она звонит, ну что ты на работе, ну на работе, на офисе, ну на работе, а потом, когда она узнала, да и то сказал муж, он просто был не в курсе, что я не говорила, мне никто не звонил в тот день, а на следующий день она мне позвонила и говорит, ну, уволилась, значит уволилась, нервы будут спокойнее, думаю, неужели вам дошло, и девчонки, немного личного, после того, когда я уволилась со школы, за полгода я поправилась на 8 килограмм, это был у меня шок, я никогда не страдала вот этим похудением или что-то где-то, а тут мамочки, а сейчас я уже понимаю, это ты жил в постоянном стрессе, в постоянном нервозе, ну, про то, что нужно идти к своей цели, несмотря ни на что, я думаю, с моего вебинара вы все поняли, нужно дать себе время, обязательно, любой бизнес не строится с такого вот щелчка, даже вот линейный бизнес, если ты начинаешь, все говорят, что если ты за год вышел в плюс, плюс, это очень хорошо, а здесь, если логически подумать, мы, в принципе, ничего не вкладываем, ну, так могут быть мелочи, а наоборот, мы экономим, покупая продукт, да еще за это нам и платят деньги, и заметьте, каждым годом это все больше и больше становятся выплаты, ну, это, конечно, как-то работает. Про спокойно, что нужно спокойно отпускать людей, это я уже тоже затрагивала, слушать обязательно своего наставника. Сейчас я могу к себе в укор точно и честно сказать, что если бы я во много слушала Оксану, я бы уже была на другом уровне, в другом звании, это 100%, но просто когда ты деньги увидел, но мышление осталось того человека, как и всех, ну, как всего мира, извините, оно не получается. Ты же что начинаешь сразу считать? Ты начинаешь сразу считать деньги наставника. Ага, она то уже зарабатывает, она так может сказать, а я же еще столько не зарабатываю, а ты не думаешь о том, что она то уже сколько лет в компании, ей то с высоты лучше видно. Запомните просто одно, что только наставник заинтересован вас больше всех, больше семьи, больше всех окружающих, очень многие люди из вашего же окружения, верьте мне, не верьте, но ждут, когда же ты споткнешься, когда же ты упадешь, и когда же они за счет тебя поднимут свое самолюбие и скажут, я же тебе говорила, я же тебя предупреждала, а ты все захотела, ты же захотела полезть туда, ты не смотри там, например, на Оксану, у нее там то-то, она уже много лет в Поберлик, ты не смотри там, допустим, на Олю, у нее там то-то, она одна в Драгичине. Люди искали, ищут и будут искать оправдания всегда. Вы должны понять, вам вообще это нужно или же вы здесь так себе, ну, для галочки, авось повезет, авось заработает. Вот мне до декрета, до выхода осталось полгода, ну, так и быть, полгода я здесь потусуюсь, грубо говоря, а вдруг заработает. Такого не бывает. Зарабатывает в любой компании, только тот, кто на самом деле работает. Но просто мы забываем, что у нас в проекте есть все, все базы, все обучения, что касается чего угодно, сопровождение личного бренда, обучение, мотивации, мероприятий и всего-всего, что только можно придумать. Ты просто бери и делай. Но, как наша Оксана всегда говорит, я же не буду за вас печатать, кнопочки нажимать. самодисциплина девчонки. Это просто нечто. Это может даже самое тяжелое. Что со всего этого есть? Здесь я всегда вспоминаю свои цели. Всегда. У меня, несмотря на то, что однокомнатная квартира, на стене висит лестница успеха, где расписан каждый год, кем я где должна быть, что у меня должно быть. Цели всегда лежат тоже на столе и вижу цель, не вижу препятствий, как говорится. Привычки. Про них мы тоже говорили. Искоренить все ненужное, искоренить все вредное и все получится. И а сейчас я просто не могла не вставить этот слайд. Шикарнейшие условия для роста, для того, чтобы сбылась твоя мечта, чтобы решить очень многие проблемы, я думаю, в любой семье. Просто нужно, девчонки, полгода, не меньше, посвятить бизнесу. На самом деле посвятить. Представьте, что вы работаете где-то по восемь часов. И начальнику все равно, что у тебя там голова болит, что у тебя дети не кормленные, что у тебя там кто-то заболел и так далее. Ему через месяц нужен крутой отчет, например, который ты понимаешь, что ты не сделаешь даже за два дня, а нужен именно месяц. А здесь представьте, что вам нужно полгода. И все. Поговорите со своими родными, говорите со своими близкими. Что понимаешь, нигде, абсолютно нигде тебе не подарят две с половиной тысячи баксов, девочки, за то, что ты стал успешным. Плюс поездка просто мега крутая. Мне за восемь лет еще никогда не дарили поездку. Да, нам организовывают поездки директоров, но никто не дарил поездку. Я хочу в Турты, я там не была никогда. И плюс, я хочу наконец-то на море не только там походить, поприсутствовать, но и хотя бы хорошо окунуться в воду, да еще не одно, я с огромной-огромной командой проекта партнер. Ну и конечно, хотя у меня однокомнатная квартира, но от беспроводного пылесоса я не откажусь никогда. Он уже у меня стоит, я знаю где, и я посчитала, я его получу к себе на день рождения. Это стимул у меня уже есть. И знаете, ой, что-то у меня здесь посъезжали, ну ничего страшного. Когда у нас была последняя фотосессия, и там была вот такая фраза, знаете, я очень рада, что у меня есть эта фотография, и это стало моим девизом по жизни. Делай то, что ты любишь каждый день, вне зависимости от того, какая сейчас погода, какое в тебе настроение, что происходит в стране, что происходит на улице, праздник, не праздник и так далее. я хочу жить лучше, я хочу помогать своим родным, близким, я хочу доказать не себе, а всем окружающим, которые только смотрят и завидуют, что все возможно. Главное видеть цель, стремиться помогать людям и люди к тебе потянутся. Ой, девчонки, час двадцать, я хотела чем покороче, но я не умею, наверное. Всем спасибо, что пришли, спасибо, что провели этот час со мной, очень хочу, чтобы вы написали или есть разница между вебинаром первая моя часть история и второй частью. Сегодня у меня было столько препятствий, у меня не хотела меняться презентация, я думала осталось полчаса, у меня все летит, но благо все получилось. Очень всем признательная, а я пойду заниматься своими делами, потому что, как видите, полдня готовилась. Спасибо, спасибо, девчонки, что пришли. Да, Катя, я тоже по себе замечаю, что я уже, как говорится, менее сентиментальная, принимаю все как должное. Все, пока-пока, Маргарита, взаимно, очень рада, что вы пришли меня поддержать. Напишите, пожалуйста, в чаты отзывы, чтобы девчонкам был мотив, было стремление даже просмотреть этих час двадцать. Все, всем пока, может, у кого-то уже ночь, а у нас разгар дня. Всем пока-пока. Да. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...